Разработчики вовсю уже тестируют новый эффект от взрыва гранат, посмотрите на это. Те самые новые эффекты, которые собираются в скором времени добавить в нашу игру. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Морл Гиро. И в сегодняшнем ролике вместе с вами затронем ту самую тему, которая связана с гранатами. Потому что в последнее время довольно много как раз таки разговоров о этих гранатах и о том, что же нас ждет в скором времени, как раз таки какие изменения. Поэтому в свою очередь обязательно поддержите видеоролик пальчиком вверх. Также если впервые на канале подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Обязательно оставляйте свои комментарии под этим видеороликом. Ну и также напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента. А именно Иммортал, приветствую тебя в стройках аккаунта, в частности в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть на нашем сервере в Дискорде. Присняйтесь, ознакомливайтесь, но и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, переходить к нашей основной тематике видеоролика, а именно о гранатах и тому, что для нас готовят разработчики в ближайшее время. Это новые взрывы от гранат. Помните, как-то мы вместе с вами забегали на тестовый сервер, там где уже тестировали что-то подобное. Когда мы там уничтожали противника, танчик взрывался, погибал и, конечно, от него были эффекты как раз-таки горения танка. А тут уже идет разговор о взрывах от гранат. Поэтому, друзья, я думаю, что не будем медлить. Давайте как раз-таки оценим, что нам разработчики уже успели в недавнем видеоблоге показать. Новости с полей разработки. Наша боевая система продолжает улучшать свой внешний вид. После того, как прошло первое открытое тестирование взрывов танка, эффект отправился на доработки в руки VFX художников. Мы уже успели вместе с вами, как я ранее говорил, как раз-таки оценить, да, поделиться своими комментариями. Многие как раз-таки обратили внимание, как я, на то, что эффект до конца еще не доработан. Как будто им особо не занимались в плане того, что визуально он выглядел не очень. И сегодня уже как раз разработчики демонстрируют новую версию того, что они сделали с этим эффектом взрыва. Получается, который также будет оставаться и от гранат. И это говорит о том, что гранаты, скорее всего, в игре уже наверняка появятся. И я даже не знаю, к добру это или нет, потому что, честно говоря, я пока что скептически отношусь к этим гранатам. Но об этом чуть позже. Давайте все же посмотрим, что нам разработчики демонстрируют. Действительно можем улучшить и доработать шероховатости. В то же время в полном разгаре работа над эффектным взрывом гранат. В эту пятницу в игровом режиме вы в последний раз можете увидеть старый эффект взрыва от гранат. В следующий раз, когда режим... Вот, кстати, это тот самый новый эффект уже взрыва той самой гранаты. Возможно, он будет использоваться как раз таки и при уничтожении вражеского танчика, когда он погибает. То есть уже визуально видно, что как-то смотрится поинтереснее, лучше. А возможно, еще будет, конечно, как-то корректироваться. Но в любом случае разработчики над этим тоже работают. И в скором времени это уже появится на наших основных серверах. Возможно, как раз таки в тех самых режимах праздничных, которые сейчас добавляются уже на постоянной основе гренадеров, чтобы игроки привыкали. К тому, что, скорее всего, это появится уже в игре на постоянной основе. Пока что непонятно, это выйдет в виде припасов, которые нужно будет покупать и в дальнейшем использовать в матчах. Или же это будет как некий, возможно, дополнительный бонус в виде механики в игре, которую ты сможешь использовать как раз таки как свою пушку, так же и корпус. Возможно, в дальнейшем как-то эта механика будет развиваться в плане того, что они будут большого количества разновидностей. Да, там дымовая граната, возможно, какая-нибудь еще. И к этому всему приплетут, возможно, статус-эффекты, которые многие из вас недолюбливы, да и в целом от них же придется какую-нибудь иметь защиту. И, как говорится, это все реально нас ведет в какую-то глубокую степь, в которой пока что не виден край. И непонятно, пока что к лучшему это все или нет. Вот мне интересно будут услышать ваши комментарии, возможно, под нашим видеороликом, что вы в целом об этом думаете. Понравились ли вам гранаты или нет, потому что я отношусь к этому скептически, поскольку вроде как, с одной стороны, механика, ну, как бы, может разнообразить нашу игру, с другой стороны, усложняет механику в игре в целом. Потому что вы понимаете, что в нашей игре и так хватает всяких механик, которым игроки пользуются, либо до сих пор не научились пользоваться, возможно, припасами. Та же башня, которая должна крутиться, порой игроки не крутят башнями. На ховертанках до сих пор играют на клавиатуре, вместо того, чтобы научиться на мышке. Овердрайвы, устройства на корпуса в виде там драйвера, всего остального иммунитета всяких, пульсары. Ну и, конечно, на те же вооружения. То есть, всего много, чем реально новичку будет легко очень запутаться. Я, кстати, играю сегодня на плодничка Фризики, довольно интересном, на котором мы недавно делали обзор. И могу пользоваться гранатами. Ну, самое интересное. Поэтому, если, возможно, вам будет интересно, мы в дальнейшем можем уже больше акцентировать внимание как раз-таки на гранатах и их возможности, на что они способны, как ими пользоваться. Но для этого, конечно, набирайте хорошую активность на этом видеоролике. Веди пальчик вверх. Пишите об этом в комментариях, если вам интересно. Возможно, есть ребята, которые еще не ознакомились или недостаточно того самого праздничного режима, чтобы мы вместе с вами зашли в какой-нибудь проматч. И я с вами поделился теми самыми, возможно, навыками, комментариями по поводу этого. Поскольку я уже успел сыграть даже киберспортивный бой в тестовом варианте. Мы вчера играли буквально с командой Тимпоинтерс. Кому интересно, можете в записи посмотреть интерфляцию. И там мы, как говорится, уже вместе с вами частично даже это все на себе прочувствовали, проверили. Ну и, конечно, отыграли бой. Вот так вот сегодня, друзья, в видеоролик. Наверное, поверхностно пробежались как раз таки, потому что, скорее всего, это грядет в скором времени в нашей игре. То есть на этом разработчики не собираются останавливаться в плане на тестах. Скорее всего, хотят даже добавить, смотрите, уже на постоянную основу в нашу игру. Но пока непонятно в каком это варианте. Как я ранее говорил, это может быть как с овердрайвами, которые ядерки давы тратить. Также может в виде припасов. А может как и дополнительная механика, которую вы просто будете получать при игре в нашем матчмейкинге. Ну а в дальнейшем как-то она будет развиваться в плане как раз таки дополнительных возможностей. Там статус эффекты, заморозки, оглушения, подавления. Возможно, граната с пульсаром. Возможно, дымовая граната. И все в этом духе. И это, честно, друзья, пока что звучит страшно. Что-то прям неизвестно до конца для нас. Но в любом случае, интересно услышать ваше мнение под нашим видеороликом в комментариях. Поэтому, друзья, обязательно видеоролик поддерживайте пальчиком вверх. Обязательно пишите в комментариях. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал. Став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если первые были на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok